Это наша презентация. Сейчас вы видите нашу команду практически полную сбору. Наш профессиональный месклэр и автор сценарий. И сейчас мы покажем вам то, что еще не видел никто. Потому что сегодня утром мы получили первую зарисовку обложки второго оттона. Сейчас мы вам ее покажем, как только выгляжется свет. И сейчас мы вам покажем, как и выгляжется свет. Первая зарисовка обложки второго оттона. Это, соответственно, рисунок, но это только скетч, а еще даже не графика. Самый ранний этап авторства, опять-таки, обложки первой части Алексея Бондаренко. Как видите, уровень не упал, а только вырос. Детализация феноменальная. И перед вами все наши уже знакомые по первому топову персонажа. На первом плане это Гануся, Максим Кривонос, Агнешка и Академик Вернадский. Прошу любить и жаловку. Сейчас мы вам покажем другие идеи, которые на работе по второму топу. Кто знает, что это за город? Я не слышал вариантов. Правильно? Там местность, Львов. Было очень много пожеланий о том, чтобы во второй части был Львов. И мы его в общем-то реализовали. И во второй части во всей красе предстанет настоящий стиппанк Львов. Включая с легендарным Львовским метро. Как видите, картинка очень качественная, очень интересная. И ее разрабатывает новый художник, который не работал над первым томом. Мы очень довольны его результатами. Вот еще одна картинка. Набор кадров с первых страниц. Как видите, действие происходит на узких улочках Львова. И там уже с самого начала какой-то экшен. Видите, персонажка. Какие-то коварные планы, какие-то тайные агенты. Все, что нам понравилось в первой части, будет и во второй, только больше, лучше и интереснее. Вот еще одна картинка. Тоже показывает стиппанк гаджеты. Вы что с вами собрались не просто так. Это просто зарисовки. Как выглядела первая страница на самом старте и разработке. Вот прототип персонажа одного из солдат армии Угар. Как видите, он в харизматичной мазепинке, в форме той эпохи, но при этом с большим количеством стиппанк-элементов на встроях и украшениях. А также он вооружен винтовкой ВИ-2, которую вы видели у нас на стенде. Это наш Академик Вернадский, тоже полон стиппанк-элементов. Очень веселый старичок, основатель Украинской Академии Наук. Наш герой Максим Бривонос, он же на обложке, он же главный герой. И его изображение сейчас у нас на стенде. Каждый может с ним пофотографироваться, кто еще этого не сделал. А это очень интересный человек, чей музей находится рядом, с его именем он назвал. Это наш друг Сикорский. Он один из главных героев второй части. В первой части мы его также видели, но его роль была очень небольшая. Во второй части мы сможем увеличить его влияние на сюжет. Как видите, Тони Старк отдыхает. Я не буду представлять этого человека, вы его сами прекрасно все знаете. А вот эта вот девушка, которая была в первой части, но она появилась только в самом конце, только в нескольких маленьких кадрах. Вот ей отведется очень много экранного, так сказать, времени. Вот это Гануся, помощница профессора Вернадского. Вот изображение с ней можете уже купить у нас на пуштифках на нашем стенде. Это ясновельможный гельман собственной персоной. Как видите, проработка очень качественная. Персонаж получился очень харизматичен, интересен и замечательен. А вот наш друг Сикорский опять, но уже с стимпанкой элементами. Музей, кстати, рядом здесь очень классный. Как я уже говорил, подходите, смотрите наши пуштифочки. Скоро их будет больше разновидностей. Мы вам подпишем, как авторы сценария и поставим именные печатки Гетмана Скоропадского. Очень крутой арт с Гетманом Скоропадским и его плазменной головой. Очередные кадры. Это не войдет во второй том. Это зарисовки, которые можно увидеть только в интернете. Экшн, динамика, все, что вы видите. Про второй том можно еще сказать, что он будет масштабнейший. В нем будет больше проработанных персонажей и сюжет. То есть мы очень адекватно реагируем на критику и отгуки. Поэтому акценти будут сделаны именно на живых персонажах и на большом размере под видео. Весь том будет намальованный одним художником, поэтому такого разделения не будет, как в первом. И, в принципе, мы ожидаем, что он станет десь у разов 10 кращим. Как по объяму, так и по змісту. Кроме того, параллельно мы пленуем еще делать проекти по поводу Сумболя. Это будут дитячие видения. Также будет официальная размальовка антистресс. А также, возможно, будет спин-офф и приквел. Кроме того, в планах, как много кто знает, есть экранизация. Но пока что мы не можем разговорить вопрос. Спасибо, что нас послушали. И сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, то сейчас...